ну рассмотрим здесь очень часто встречающуюся формулу формулу значит такую их по-русски и она переводится как если вот конкретно на примере например здесь я пишу равно пишу если их ну например клеточка d7 равно ну например 9 ставим запятую в русском и серии такого . запятой то тогда допустим поставить единичку , а если нет то не ставить ничего две кавычки закрываем скобку и пишем и нажимаем enter так что тут у нас она выдает не господа хорошее я именно просил нет нет эти символы абсолютно не нужны вот так я хотел вот здесь вот стояли две кавычки это второе значение затем протягиваем формулу вниз и вот смотрим там где совпало условию что если клеточка до 14 равно 9 то вот здесь у нас появилось значение единичка то есть мы отлавливаем необходимый нам скажем так диапазон затем вместо единички допустим мы можем ввести любое текстовое сообщение ставим кавычку пишем допустим окей да что у меня все в русском он лезет сюда пишем окей кавычку закрываем опять он просится господа хороший я просил кавычку неправильно я просил кавычку вот теперь посмотрим как при наложении этой формулы что у нас получится пожалуйста появилось текстовое сообщение то есть практически формула если она позволяет отловить какое-то определенное значение и выдать вам сообщение или в виде букв или в виде цифр цифры пишутся просто а сообщение пишется допустим в кавычках если же не соответствует этому значению то вот появляется две символы две кавычки или как это вот и тогда мы видим просто пустую клетку вот таким вот образом то же самое можно применить допустим колонки е здесь допустим мы можем взять не до 7 мы можем взять к примеру есть и опять у меня этот переключатель автоматические раскладки клавиатуры ну вот вот эта вот клетка равна 9 вот у нас и тут появилось значение окей это очень часто бывает полезно при больших выборках выборках и очень хорошо работает значит есть еще вторая часть этой чудесные формулы называется она if по-русски это будет вернее не if а or и она будет писаться так или что это значит вот например мы допустим можем написать если затем после кавычки мы пишем или или e9 и так вот так вот выглядит формула если или если d7 равно 9 или 10 то поставите и если нет то ничего и вот она отловила 1 Первая отловила по колонке E десяточку, а вот по колонке D она отловила девяточку. Опять-таки вполне естественно, что вместо значка ОК мы можем написать любую произвольную цифру. Это может быть там пятерка, например. И тогда вместо сообщения ОК у нас будет просто-напросто там стоять пятерку. Можете поставить любую цифру, как говорится, или любую букву. Но буквы они пишутся вот в таких вот в кавычках. Тоже в Excel это очень часто встречающаяся формула. Причем, значит, если или, тут может быть и на три, и на пять, там и на десять значений она может там отлавливать. Тут уже, как говорится, хозяин-барин. Ну и последняя формула, значит, на сегодня, это, значит, формула вот такая. И переводится она как просто-напросто как и. Вот посмотрим, как она работает. Вот здесь я меняю если. Я здесь пишу end. В русском варианте это будет и. Если, допустим, D7, к примеру, там напишем равно шести. И E7, например, будет равно девяти. Пусть у нас появится единичка, а если нет, то ничего. Вот берем эту формулу, протягиваем ее в самый низ. Что мы получаем? Там, где, значит, из двух колонок было вытянуто одновременное значение шестерки, значит, и девятки. Вот они здесь у нас, как говорится, и прорисовались. Вот они. В остальных случаях формула просто ничего не написала. То есть, вот сумма, затем если выражение и, или, или, это наиболее часто встречающиеся в моей практике формулами, которыми я очень часто пользуюсь. Есть еще парочка очень редких формул. Ну, допустим, вот основные вот эти формулы. Я даже сейчас так вот отрежу. И первая у нас была сумма, да? Вот эти вот четыре формулы, Формулы, они практически во всех моих построениях в Excel занимают, ну, где-то 95-99%, там, может быть, там, 9%, где я их применяю. Вот. На долю остальных формул приходится, ну, не знаю, может быть, там, полпроцента или процент. А вот это вот самые, скажем таки, наиболее часто употребляемые формулы, с которыми придется работать, которые, значит, нужно будет просто знать, ничего здесь сложного нет. И затем есть всегда подсказка. Можно зайти в эту колоночку и посмотреть, как выглядит вот эта формула. Даже если что-то забыто, вот, можно всегда глянуть. Значок равно, если, и, значит, уже понятно. А дальше указывается, что, значит, или D7 равно 6, или там, и, вернее, если и вот это, и вот это равны вот этим значениям, то поставить единичку. Если нет, то ее не ставить. Вот таким вот образом. Это самые такие вот часто употребляемые формулы, практически вставляющие вот такой вот большой процент всех моих, как говорится, остальных изысканий. Итак, остановимся.